Хочу рассказать вам, как живут многие Христиане. Они знают, что спасены, но не уверены в своем вечном будущем. Одни думают, что они спасены сегодня, но не знают, будут ли они спасены завтра. Другие уверены в своем спасении, но они боятся того, что будет с ними, когда они умрут. Они живут в состоянии духовного ужаса. Я встречал таких людей, и вы тоже. Почему? Потому что мы с вами привыкли слышать о вещах с пожизненностью. Но в гарантии этих вещей мелкими буквами написано, что они ничего не гарантируют. Именно поэтому послание к римлянам 5 глава с 1 по 11 стих благословит вас. Если от этого отрывка у вас внутри ничего не зазвенит, то значит, ваш колокольчик сломан. Если это не разожжет вас огонь для Иисуса, то ваши дрова мокрые. Здесь Павел говорит нам о том, что наше спасение во Христе приходит с вечными гарантиями. Не с временными, а с вечными гарантиями. И скоро я покажу вам в Слове Божьем шесть гарантий, в комплекте с которыми идет наше спасение. Но сперва хочу напомнить вам прошлую проповедь. Павел говорит нам о том, что мы можем хвалиться только Божьей благодатью. Именно так. Мы спасены только по благодати. Не по делам, чтобы никто не хвалился. Мы также увидели, что спасение — это дар. Бог дал его нам как свой подарок. Мы также увидели, что вера, которая помогает нам верить, — это тоже дар от Бога. То есть Бог делает все от начала и до конца. И здесь в послании к римлянам 5 главе с 1 по 11 стих Павел будто бы предвидит и вопрос читателей. Если вера по благодати, если вера — это дар от Бога, то как же нам поддерживать эту веру? Как нам поддерживать это спасение? Как мы сможем сохранить это спасение на всю жизнь, а затем и на всю вечность? Как нам сохранить это спасение до самого конца? Хороший вопрос. В послании к римлянам Павел дает нам ответ. Он рассказывает нам, что дар спасения приходит с шестью вечными гарантиями. Первая гарантия — это первый стих. И это мир с Богом. Вторая гарантия — первая часть второго стиха. Это Божие благоволение. Третья гарантия находится во второй части второго стиха. И это надежда на Бога. В-четвертых, вам гарантировано, что ваши страдания за Христа имеют цель. Это третий и четвертый стихи. Номер пять. Гарантия потрясающей любви Христа. С пятого по десятый стих. Шестая гарантия — это непреодолимая радость. Одиннадцатый стих. Первая гарантия нашего спасения — это мир с нашим Богом. Посмотрите на первый стих. «Поэтому». Помните правило слова «поэтому». Если стоит «поэтому», нужно выяснить, почему. Поскольку спасение — это дар от Бога, поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. мир, о котором он здесь говорит, стоит в настоящем времени. Почему так? Это означает, что мир, который вы имеете с Богом, не зависит от ваших чувств. Это факт. Это не наступит когда-то в будущем. Нет, он уже сейчас. Каким бы то ни было, это сейчас наступил. Этот мир с Богом — не заоблачная мечта, а реальность. Этот мир с Богом действует не только тогда, когда вы чувствуете себя мирным, а всегда. Оглянитесь по сторонам, послушайте новости, и вы поймете, что наш мир отчаянно нуждается в мире. Люди отчаянно нуждаются в мире, в разуме, в доме, в политике, в обществе, даже по всему миру. Однако настоящий Божий мир приходит только через подчинение Господству Иисуса Христа. Каждый человек без исключения рождается в состоянии враждебности с Богом. Как бы он себя ни чувствовал, он рожден в состоянии враждебности с Богом. Так было и с нами. Как-то мой друг сказал, «Знаешь, Майкл, я не враждебен по отношению к Богу. Я нейтрален. Я же не сражаюсь с Богом». Послушайте внимательно, как оправданные Богом имеют мир Божий и мир с Богом, несмотря на то, как они себя чувствуют, так и те, кто без Христа враждуют с Богом, несмотря на свои чувства по отношению к Богу. Нет такого понятия, как нейтралитет с Богом. Вы либо член Царства Божьего, либо член Царства Сатаны. Вы принадлежите либо к Царству Небесному, либо к Царству Ада. Вы либо за Бога, либо против Него. «Услышьте меня!» Тут не может быть двойного гражданства. Итак, первая гарантия — это что? Мир с Богом? Вторая гарантия — это Божие благоволения. Иногда я слышу, как люди говорят, «Боже, дай нам свое благоволение». «У вас уже есть Божие благоволение». Вот. Об этом сказано в первой части второго стиха. «Через Него нам, веруя, открыт доступ к благодати, к Его благоволению, в которой мы сейчас и стоим». Из прошлой проповеди мы узнали, что эта благодать — это незаслуженное и незаработанное благоволение, безусловно. Эта благодать — это благоволение Божие. Это не просто провозглашение. Нет, это атмосфера, в которую мы входим. Это благоволение. Это привилегированное положение, в котором мы будем стоять до конца жизни. И всю вечность — это привилегированное положение сейчас и навсегда. Надеюсь, вы услышали меня правильно. Как только вы войдете в эту атмосферу благодати, атмосферу Божьего благоволения, вы останетесь в ней, пока не вернется Иисус, или пока вы не увидитесь с Ним лицом к лицу. Поймите, что вы остаетесь в этой атмосфере благодаря не тому, как сильно вы стискиваете свои духовные зубы, и не благодаря тому, как сильно вы затягиваете свой духовный пояс. Нет, и еще раз нет. Это гарантировано Богом. И поэтому сам Бог поддерживает вас и подкрепляет. Сам Бог обличает вас во грехе. Сам Бог прощает вас, когда вы каетесь. Сам Бог восстанавливает вас каждый раз, когда вы каетесь. Послушайте неоспоримый факт. Когда Верховный Судья всей Вселенной провозглашает, что вы попали под благосклонность, нет суда выше, который мог бы отменить этот приговор. Нет судьи выше, который мог бы отменить этот вердикт. Нет власти выше, которая могла бы отменить этот оправдательный приговор. Цель Божьего благоволения и благодати – освободить вас от грехов. Послушайте, человек, который говорит «Ура, я спасен, теперь я могу смело грешить» – никогда не был спасен. Павел говорит, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. Верующий, который постоянно сомневается в своем вечном спасении, делает две вещи. Он дает дьяволу возможность оттянуть себя назад ко греху, но и это еще не все. Он также сомневается в силе Бога и Его верности. Итак, первая гарантия – это мир с Богом. Далее. Вторая гарантия – это Божие благоволение. А третья гарантия – это надежда в Боге. Посмотрите на вторую часть второго стиха. «И мы ликуем в надежде на то, что разделим славу Бога». Позвольте мне объяснить вам значение слова «надежда» в этом конкретном стихе. Когда вы назначаете с кем-то встречу, то надеетесь увидеть этого человека при встрече, не так ли? Когда вы проводите какое-то мероприятие на улице, вы надеетесь, что не будет дождя. Если вам предстоит операция, вы надеетесь, что она будет выполнена успешно. Но эта надежда не имеет никакого отношения к надежде из римлянам 5 главы 2 стиха. Слово «надежда» означает здесь верное знание или точную абсолютную уверенность. Моя надежда или абсолютная уверенность основана на доверии Богу и вере в Его Слово и Его обещания. Эта абсолютная уверенность гарантирована смертью и воскресением самого Господа Иисуса Христа. Эта уверенность придает мне радость. Из-за нее я живу в состоянии юбилея, даже когда весь мир разваливается, когда меня окружает тьма, а мои обстоятельства не так уж и благоприятны. Ведь в послании к Ефесиным 1 главе, в 13 и 14 стихах, Павел пишет нам о причинах этой абсолютной уверенности. Он пишет, что каждый верующий опечатан Святым Духом, и никто не может сломать эту печать. Итак, первая гарантия — это мир с Богом. Далее, вторая гарантия — это Божие благоволение. Третья гарантия — я хочу услышать вас. Далее, вторая. И третья, наконец, повторим еще раз. Теперь балкон. Четвертая гарантия — это цель страданий. Давайте посмотрим на третьей и четвертой стихи. Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость, стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Нужно объяснить вам слово «страдание», потому что речь не идет о боли, которую все мы испытываем в жизни. Речь не о страхе, тревоге и тех страданиях, которые многие из нас переносят время от времени. Речь не о боли, разочаровании, которую вы все испытываете когда-то. Здесь речь идет о страданиях. Ради Христа, а не о страданиях, как о последствиях наших глупых решений. Я пережил много страданий в результате глупых решений, принятых мной, но речь не об этом. Это такие страдания, которые вы переживаете в школе или колледже, когда вы стоите за Христа в своем заведении. А над вами насмехаются за это. Он говорит о страданиях, когда вы занимаете какую-то позицию и расплачиваетесь за это. Такие страдания приходят от послушания Богу и выполнения Его воли. Такие страдания приходят в результате праведной, святой, чистой жизни перед Богом. В послании к римлянам 5 главе, 3 стихе и 4. Павел пишет, что такие страдания производят стойкость, а стойкость производит твердый характер. Как-то я читал о Джоне Уэсли. Уэсли так много страдал за Христа, что это стало его второй натурой, и он даже волновался, когда уже не страдал за Христа. И вот однажды он шел по дороге и думал, «О Боже, уже три дня, как никто не кидал в меня яйца, помидоры или камни, к которым он уже, кстати, привык, три дня, ничего не происходит, никто меня не гонит и ничего в меня не бросает». Поэтому он прямо там на дороге опустился на колени и сказал, «Господи, может в моей жизни есть грех, почему я перестал страдать за Тебя?» Он пытался разобраться в себе, и пока он молился, мимо проходил крестьянин, который узнал его и тут же бросил в него камень. Он промахнулся, буквально на пару сантиметров, и тут Джон сразу же вскочил на ноги и начал славить Бога за то, что с ним все в порядке. Его снова гонят. Мы бы с вами сказали так, «Слава Богу за трехдневный перерыв!» Но только не Джон Уэсли. Он благодарил Бога за то, что расплачивается за свою веру в Господа Иисуса Христа. Послушайте. Бог никогда эффективно не использует людей, которые не научились стойкости. Заметили, я сказал «эффективно». Бог никогда эффективно не использует людей, которые никогда не были сломлены. Бог никогда эффективно не использует людей, которые не научились полагаться только на Него. Посмотрите на людей в Писании, которые эффективно служили Богу и почитали Бога. Если вы спросите Авраама, он расскажет вам о переломном моменте на горе Мария. Если спросите Иакова, он расскажет вам о каменной подушке, на которой он спал. Если спросите Иосифа, он расскажет вам о египетской тюрьме. Если спросите Моисея, он расскажет вам о пустыне и разговорах с фараоном. Если спросите Давида, он расскажет вам о преследованиях Саула. Если спросите Иова, он расскажет вам о ночной песне, когда не о чем было петь. Но это не должно нас удивлять. Потому что только раздавленные розы издают самый сладкий запах. Только благодаря болям деторождения мы наслаждаемся радостью материнства. Только из раздавленной муки получается хлеб, песчинки, ранят тело моллюска, но из-за этого раздражения появляется прекрасная жемчужина. Страдания за Христа производят стойкость, а стойкость производит характер, а характер нельзя обрести из книг. Пятая гарантия — это всепоглощающая любовь нашего Бога. Давайте посмотрим на стихи с 5 по 10. Знаете, что я понял? Я понял, что величайшая проблема человечества — это его неспособность постичь Божью любовь. Со временем вы тоже увидите эту проблему. Люди просто не могут ее постичь. Одни отворачиваются от нее, другие принимают, но ее невозможно постичь. Частично причина в том, что люди любят лишь тех, кто любит их. Поэтому они думают, что если они любят Бога, то Бог будет любить их. Другие думают, что Божья любовь зависит от нас, от того, как мы его любим, или от того, что мы делаем для него. Но если это так, тогда наше спасение зависит от наших коварных сердец. А это не так. Слава Богу, что это не так. Павел говорит нам, что Божья любовь к нам не зависит от нашей любви. Когда мы были неспособны на то, чтобы прийти к Богу, Он полюбил нас. Когда мы были недостойны Его любви, Он полюбил нас. Когда мы были не в силах избежать греха и смерти, Он полюбил нас. Когда мы не могли противостоять дьяволу, Бог полюбил нас. Когда мы не могли угодить Богу, Бог полюбил нас и послал Своего Сына умереть за нас. Только послушайте внимательно 9 и 10 стихи, что они говорят. Здесь сказано, если Бог захотел и смог искупить нас, то Ему хватит силы и желания, чтобы оставить нас искупленными. Если вы поняли, скажите на это «Аминь». Если Он любит нас, когда мы были Его врагами, то насколько больше Он любит нас, когда мы Его дети. Если умирающий Спаситель примирил нас с Богом, Он, конечно же, сохранит для нас это примирение. Если Бог уже гарантировал наше спасение и спас нас от греха и смерти, то как же наше спасение? Может быть, под вопросом. Итак, первая гарантия. Я хочу, чтобы мы снова и снова повторяли это с вами. Я буду произносить первое, второе, третье, а вы называйте. Первая гарантия — это? Вторая гарантия. Третья гарантия. Четвертая гарантия. Пятая гарантия. А шестая гарантия — это всепоглощающая радость. Посмотрите на одиннадцатый стих. В прошлый раз мы говорили о том, как религиозные люди хвастались своими делами, а Павел сказал им, что они хвастаются не тем. И на прошлом собрании мы узнали, как хвастаться правильно, хвастаться Иисусом, Его крестом и Его спасением. А здесь Он говорит, что наша благодарность Богу за все, что Он сделал для нас, должна вызывать такую радость, которую ничто не сможет у нас украсть. Всякий раз, когда у вас возникает искушение, позволить вашим обстоятельствам расстроить вас или лишить вас радости, вы должны намеренно и целенаправленно сфокусироваться на мире с Богом, Божьем благоволении, надежде на Бога, Его цели, ваших страданий, Его всепоглощающей любви, и тогда Его радость понесет вас. Вы находитесь в сложных обстоятельствах. Об этом знаете только вы. И Бог знает об этом также. Вы скорбите из-за потери близкого вам человека, испытываете боль, эмоциональную боль, которую никто не понимает, может быть так. Вы были отвергнуты самыми близкими, вас злословили за добрые дела. Вы сталкиваетесь с неблагодарностью от всех, кто должен быть полон благодарности? Вы переживаете какое-то замешательство или разочарование? Ничто из этого не сравнится с радостью вечного спасения. Никому и ничему не позволяйте украсть вашу радость. Давайте скажем это вместе. Никому и ничему не позволяйте украсть вашу радость. Давайте прославим Господа. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok